Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Все самые интересные события прошедшей недели в нашем выпуске. В Самаре началась подготовка к главному событию мая – параду победы. Полторы сотни солдат репетировали на аэродроме Кряж. Эта площадка по параметрам практически повторяет площадь Куйбышева. На импровизированный плац вышли войска МЧС, полиции, кадеты и новейшие образцы российского вооружения. Валерия Макарова увидела, во что перед парадом обувают боевые танки. Как только началась репетиция, над аэродромом Кряж спустились тучи и полил довольно сильный дождь. Но кажется, это вовсе не мешает репетиции. Солдаты готовы к любым погодным условиям. Подготовку к параду начали за месяц. Сегодня первая открытая репетиция, на которую пустили журналистов. Пока все происходит на аэродроме Кряж в Куйбышевском районе, подальше от любопытных глаз. Еще есть время, чтобы отточить строевой шаг и запомнить порядок прохождения по плацу. Впервые в истории Самарского парада на площадь Куйбышева выйдет женская колонна. Их выбирали из разных подразделений. Здесь и медики, и связистки, и даже повара. Выбраны самые лучшие отличники по физической подготовке, по специальной подготовке. Поэтому стараемся и надеемся порадовать ветеранов, жителей Самары. Репетируем мы каждый день, включая субботу. Поэтому будем стараться и дальше. На плаце выходят колонны военной техники. В первых рядах – танки. Это 45-тонная боевая машина, запросто форсирует болото и горную местность. Танк Т-72Б может много. Городские улицы для танка Т-72 – роскошь. Он продолевает их просто в легкую. Чтобы мощные гусеницы не повредили дороги, танк обувают специальные асфальтоходные башмаки. Искандеры, гаубицы, БТР и другую военную технику любой желающий сможет рассмотреть поближе на параде 9 мая. Зрителей на площади ожидается больше 26 тысяч. Но перед этим военных ждут еще десятки репетиций, каждая из которых приближает их к премьере. Торжественностью момента проникаются все – и даже местный сторож аэродрома. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Символ памяти. По всей России волонтеры начали раздавать георгиевские ленты. Этой традиции уже больше 10 лет. Первую такую акцию провели в 2005 году, к 60-летию Победы. В Самаре ленты раздавали на центральных площадках всех районов. Черно-оранжевый символ повязала и Валерия Макарова. Акция «Георгиевская ленточка» стартует сегодня в Самаре во всех девяти районах. Волонтеры раздадут 5000 георгиевских ленточек. Расскажут самарцам об истории этого символа и о том, как его правильно крепить. Даниил, расскажите нам и нашим зрителям, как правильно ленточка крепится. Например, можно ее просто буквой В сложить. Крепим на левую сторону на лацкан пиджака, как бы это ближе к сердцу. Георгиевская лента появилась в 18 веке вместе с орденом Святого Георгия, высшей воинской наградой. По цветам она соответствует ленте к медали за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Сегодня она стала символом памяти. «Наверное, почти каждую семью коснулась эта беда. И тоже дедушка прошел всю войну. Есть фотографии. Хорошо, что есть такой символ, что каждый может носить, гордиться, помнить и объяснить своим детям». Сегодня в разных уголках города более сотни волонтеров предлагают самарцам повязать георгиевскую ленту. «22 апреля – это единый день старта данной акции во всех регионах страны. Ленточки будут раздаваться на всех ключевых праздничных мероприятиях, проходящих на территории города Самары». Всего до 9 мая волонтеры раздадут более 35 тысяч лент. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События. Дождь пожару не помеха. В Самарской области прошли учения по тушению лесных пожаров. Сирены и гул вертолетов раздавались в Красноярском районе. Десяток расчетов, воздушная техника и бравые спасатели ринулись на борьбу с огнем. Затем, как справлялись с возгоранием, наблюдала Марианна Мирная. «Повреждения на линии электропередач вызвали возгорание в лесной зоне. Пожарные приехали буквально за 7 минут и потушили огонь». Такую легенду отработали на учениях спасатели МЧС, волонтеры и лесники. Условные учения для пожарных – обычное дело. С огнем справляются быстро и качественно. Работа отлажена. Несколько тонн воды обрушиваются с небес на землю, чтобы спасти лес от исчезновения. Практические занятия проводят для того, чтобы быть готовыми ко всему. «Нарушения есть, они выявляются оперативно нами. Это и люди, посещающие леса с целью просто отдохнуть, сборы грибов, ягод или пожарить шашлыки. Это и дачники, в том числе, когда у нас на границах с лесными участками организуются несанкционированные свалки, бытового мусора, мусора с дачных и усадебных участков. Это тоже, в свою очередь, создает определенную угрозу возникновения распространения лесных пожаров». С 15 апреля в Самаре установлено ограничение на разведение костров в лесах. Оно продлится до 1 октября. Запрета на посещение лесов пока нет, но может возникнуть при 4 и 5 классах пожароопасности. Тушить пожары – дело затратное. В прошлом году в регионе возгорания в лесах происходили почти 50 раз. «Все пожары в основном были низовые и ликвидированы на ранней стадии возникновения. То есть, горела подстилка, значит, и урона лесному фонду не было нанесено. Только затраты. Но все-таки все равно около миллиона рублей по прошлому году в ущерб от пожаров». За 20 минут крупное возгорание было ликвидировано. Учения признаны успешными. Комиссия поставила высокие оценки пожарным. Мариана Мирная, Константин Головин. События. Уйти под домашний арест не удалось. Меру пресечения трем самарским блогерам оставили прежней. В Самарском районном суде начался процесс над Дмитрием Бегуном, Натальей Мироновой и Олегом Иванцом. Последний своей вины не признает. Напомню, всех троих обвиняют в вымогательстве трех миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила. Подробности из зала суда в репортаже Павла Баймакова. «Все подсудимые спокойны и время от времени даже улыбаются. Дмитрий Бегун и Наталья Миронова свою вину признают и готовы сотрудничать со следствием. Олег Иванец по-прежнему утверждает, к вымогательству не имеет отношения, говорит, никаких денег не получал». «Это называется соучастие. В данном случае имела место та же самая вещь. Поскольку все переговоры велись только с Иванцом, он давал согласие, даже телефоны включались на громкую связь. Все это изъято, осмотрено. Видеозаписи, аудиозаписи. Все говорилось открытым текстом, никто ничего не скрывал. Все обговорилось. И суммы, и деньги, и кому сколько». На предварительном слушании подсудимые и их защита ходатайствовали об изменении меры пресечения. Напомним, с октября прошлого года все трое находятся в СИЗО. «Ничего ж мы такие, мы рецидивисты, что ли, какие страшные. У нас дети там маленькие, только где нас отпустите». У всех троих подсудимых по двое детей. Есть и несовершеннолетние. Тем не менее, суд посчитал, менять меру пресечения нельзя, так как, находясь на свободе, подсудимые могут повлиять на ход судебного следствия, либо скрыться. Кроме того, сыграло роль и тяжесть совершенного преступления. Блогеров обвиняют в вымогательстве крупной суммы денег у бизнесмена Сергея Шатила. «Они просили у него денежные средства в сумме трех миллионов рублей за удаление из сети интернет сведений о результатах налоговых проверок и проверок органов внутренних дел в отношении современной медицинской технологии, а также за неразмещение в дальнейшем иных сведений о финансово-хозяйственной деятельности данной организации, в том числе и сведения, не соответствующие действительности, обналичивании денежных средств о современной медицинской технологии». В отношении Сергея Шатила также возбуждали уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов». Но позже все долги им были погашены, следствия прекратили. Бегуну, Иванцу и Мироновой грозит до 15 лет лишения свободы. Срок содержания под стражей им продлили до 29 июля. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. Быть донором значит спасать жизни. В Самаре почти 250 человек отметили Национальный день донора. Впервые процедуру переливания чужой крови провел врач-акушер Андрей Вольф в 1832 году. С тех пор переливание – это часто новая жизнь для пациента. Так кто же такие доноры и почему им нельзя есть пельмени, узнала Марианна Мирная. Почетный донор Игорь Ильишов на станции переливания регулярно. Он сам здоров, готов поделиться здоровьем с теми, кто в этом нуждается. Много лет мужчина жертвует свою кровь. За это время, говорит, много повидал. Бывали даже забавные случаи. Был случай здесь такой. Мужчина сдавал плазму, его забраковали. Выяснилось, он поел пельмени с майонезом. И я сам был удивлен. Вот майонез, видим, я думаю, майонез или жир забил вот эти трубочки, по которым идет плазма. И мы его не смогли взять. Опытные доноры знают, если есть желание сдать кровь для спасения жизни, нужно соблюдать определенные правила. Донорами могут стать не все. Есть медицинские ограничения. Хронические заболевания, недавно перенесенные операции, грипп или ОРВИ и плохое зрение. Если же противопоказаний нет в Центре переливания крови, ждут всех. Врачи говорят, каждая группа крови на вес золота. Универсальный донор крови, я подчеркиваю, крови, это первая резус отрицательная. Резус отрицательная, потому что ее можно перелить любому больному, но в количестве не более 500 миллилитров. Если вот авария в районе случилась и нет донора, то можно все это сделать. Потом, с последующими анализами, это никого не обязывает. А универсальный донор плазмы, это четвертая отрицательная. Донорам по-прежнему дают выходной день за сдачу крови. Процедура эта по закону безвозмездная. Но после сдачи донор получает пособие на питание 400 рублей с копейками. Мариана Мирная, Артем Сулайманов, События. Идеи телеискусства порой соревнуются между собой. Самарская делегация отправилась завоевывать медали на 15-х Дельфийских играх. В этом году в творческом конкурсе принимают участие более 2000 человек. Самарских участников провожала наша съемочная группа. Караван искусства из Самары отправился в Тюмень. Музыканты, журналисты, дизайнеры, актеры и будущие цирковые артисты будут бороться за победу в 15-х молодежных Дельфийских играх. Праздник искусства зародился в 582 году до нашей эры в Греции и пережил второе рождение в 21 веке. Самарская делегация принимает постоянное участие в играх и очень часто побеждает в разных номинациях. Для некоторых участников от Самарской области нынешние Дельфийские игры далеко не первые. И у многих из этих участников есть уже даже несколько золотых медалей. Баянист Артем Третьяков уже в восьмой раз участвует в Дельфийских играх. В октябре он стал чемпионом мира по баяну, выиграв Кубок мира в Финляндии. Инструмент выбрал случайно, но быстро полюбил его за то, что на нем можно играть произведения самого разного жанра. Будет два тура, в основном программа академическая, четыре произведения и одно произведение эстрадно-джазовое. Поточнее Бах, Токата, Миминора, Спортиты, Шестой, Семенов, Калинок, Красная, Дербенко, Токата, Вас в концертной триптих на тему Боско-Страшный суд и Фанчель 10 километров за окошком. Еще одна участница игр Кристина Сырчикова представит судьям свои фотоработы. Для нее это тоже не первые игры. Она трижды выигрывала золотые медали. Кристина снимает людей и рассказывает их истории в фотоснимках. Нужно привести 10 работ, домашние задания на свободную тему. 6 работ на тему года, в этом году это родные лица. Каждый год уровень участников Дельфийских игр растет. Конкурировать становится сложнее, но самарские спортсмены от искусства уверены в том, что покажут себя достойно и привезут домой заслуженные награды. Андрей Трой, Артем Сулайманов, События. 150 тысяч человек приняли участие в тотальном диктанте. Впервые эта акция прошла 16 лет назад в Новосибирске. И с тех пор ее география разрослась до 700 городов и 68 стран. Свою грамотность проверили и самарцы. Текст писали на четырех основных площадках. Насколько участники уверены в своих силах, выяснял наш корреспондент. В аудитории Самарского аэрокосмического университета яблоку негде упасть. Проверить свою грамотность пришли десятки горожан. Интересно посмотреть, как ты напишешь диктант, который пишут многие, проверить саму себя. Это интересно. В рядах участников акции не только школьники. Вера Михайловна в школьные годы диктант писала на отлично. Проверить свои знания любопытно и сейчас. Не составляло труда и боязни написать диктант или изложение. Учили нас очень хорошо. Просто интересно, знания какие-то остались или нет. Но я думаю, что остались. На написание диктанта участникам дается полтора часа. В этом году текст посвящен истории Олимпийских игр. Написал его писатель Андрей Усачев. Диктую первое предложение текста целиком. Древние греки придумали Олимпийские игры, пока вели одну из своих нескончаемых войн. В аэрокосмическом университете текст диктовала доктор филологических наук Надежда Илюхина. Когда такая большая аудитория, безусловно, волнительно. Более того, это явно не студенческая аудитория. Поэтому для меня, как для преподавателя, она тоже, так сказать, сложная. Узнать свои оценки участники «Тотального диктанта» смогут через неделю на сайте акции. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События. В Самаре завершился 21-й международный фестиваль «Кино детям». В течение четырех дней в Самарской области смотрели фильмы для самых маленьких. Показы проходили не только в Самаре, но и в самых отдаленных районах. Всего 100 площадок. На закрытие фестиваля побывал наш корреспондент. У детей должно быть свое кино, понятное и интересное, считают организаторы фестиваля «Кино детям». Уже в 21-й раз в Самару приезжают режиссеры со всей страны и ближнего зарубежья, чтобы представить свои работы. В программу вошли игровые, документальные и анимационные фильмы. Работы профессиональных кинематографистов оценивала коллективные жюри. В него вошли и представители детских киностудий. «Было очень, наверное, сложно это делать, потому что все фильмы очень интересные, очень хорошо сняты. Но мы, наверное, оценивали больше потому, если фильм затягивает, и если интересно, чем он закончится, то мы ставили хорошие оценки. И, в принципе, хороших оценок было больше». В этом году в программу фестиваля вошли и лучшие документальные фильмы о наиболее значимых событиях из истории и современной жизни Самарской области. «Многие документальные фильмы, даже вот из наших гостей, они снимают в расчете на то, что эти фильмы будут интересны детям. Ну, для показа в школах даже. То есть образовательная, воспитательная составляющая нашего фестиваля остается в силе». Кино и музыка. Во славу отчизны. Кино снимаем сами. В программе фестиваля несколько основных номинаций. Авторы лучших фильмов получили памятные дипломы. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов. События. На этой неделе все мировое сообщество отмечало Международный день цирка. Одна из родоначальниц этого праздника – принцесса Монако Стефания. Цирки всего мира в эти дни радуют своих зрителей новой программой. Магическую силу циркового искусства испытала на себе Инесса Панченко. «Для чего же все-таки придумали цирк?» «Чтобы веселиться!» Это искусство – одно из древнейших, но в своем современном виде цирк появился в конце 18 века. Вначале как трюки наездников на лошадях, а с конца 19 века количество жанров расширилось. Цирк не имеет возраста. На арене и зрительских рядах можно увидеть старых и малых. Одно из искусств, которое честное. Здесь нет дублеров, здесь нет подсказчиков, здесь никто не может заменить друг друга. Здесь все работают честно, как могут, как умеют. Это синтез искусства, это синтез спорта, это синтез доброты и светлых детских глаз. Главное для артиста – публика. Редкую возможность выступить на большой арене в этот день получили детские цирковые коллективы со всей области. Зрителями также стали те, кому редко выпадает счастье окунуться в мир радости и веселья. Это ребята из детских домов и малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудничество Самарского цирка и благотворительного фонда «Радость» целая программа реабилитации. Детей привозят сюда не просто на праздники, а детей привозят на репетиции. Дети имеют возможность пообщаться с артистами, их пускают к животным даже, они могут погладить. Метод социальной цирковой педагогики существует в Европе много лет. Главная задача – разбудить в ребенке интерес к людям и выработать энергию. Это гораздо шире, чем понятие социальной адаптации. Больше двух тысяч детей Самарской области в этот день испытали на себе циркотерапию. Для чего люди придумали цирк? А так ли важен ответ? Инесса Панченко, Константин Головин, события. В Самаре в разгаре апрельская генеральная уборка. В ней принимают участие муниципальные служащие, сотрудники управляющих компаний, школьники, студенты и все неравнодушные самарцы. Некоторые не просто наводят порядок, но и пробуют себя в роли уличных дизайнеров и превращают территорию возле дома в настоящую сказку. В одном из таких дворов побывала наша съемочная группа. Кого только не встретишь на Самарских улицах. Заглянули в один из дворов на улице Буянова, а здесь, кто бы вы думали, Печкин? Как живой? Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Знаменитый почтальон из советского мультика творения художника Александра Степанищева. Печкин едет на настоящем велосипеде, опускает конверт в настоящий почтовый ящик. Правда, композицию еще нужно доработать, говорит автор. Преображает свой двор самарский художник уже несколько лет. Окна его дома выходят прямо на ветхое здание. Чтобы пейзаж стал повеселее, решил сам его приукрасить. Начал с небольшого фрагмента, потом фантазия разыгралась. Здесь старые вещи обретают новую жизнь. На фасаде поселились плюшевые медведи, слоны и зайцы. Множество небольших пупсов и кукол побольше. Одна стена забора полностью покрыта музыкальными пластинками. Уголок посвящен творчеству Высоцкого. Почти все вещи Александру принесли самарцы. У художника для всего найдется местечко. Ну я не для кого, я для себя просто делаю. Посмотрю, людям нравится. Здесь такие эмоции. Сказочный двор уже становится местной достопримечательностью. Сюда пару раз даже приезжали фотографироваться молодожены. Александр такому вниманию рад. У него еще много творческих задумок. Поэтому сказка в Самарском дворе будет жить. Лариса Шлафаста, Артем Суайманов, События. Картина, фотография, инсталляция. Три в одном. В Самаре открылась необычная выставка. Международный проект «Вне времени» – это собрание работ в технике песочной графики. И несмотря на то, что все картины изначально из материала очень устойчивого, художники научились сохранять зыбкое искусство. Путешествовать по городам и странам песочные картины будут два года. Удивительным искусством наслаждалась Марина Кравцова. Песочная анимация – искусство мгновенное. Настоящую картину художники могут создать из зыбкого материала меньше, чем за минуту. Но так же легко она и разрушается. Поэтому свои любимые работы авторы дементируют с помощью фотоаппарата. Из чего созданы многие картины, с первого взгляда и не определишь. Все это – песок. Для творчества и материал должен быть особый – очень мелкий кварцевый песок. Хотя для простых рисунков подойдет и обычный речной. Такие природные краски властвуют над цветом и тенью. Образы получаются самые причудливые, а сюжеты разнообразные. Здесь и ежик в тумане, и философские размышления. Песок – он такой материал, который ни с чем не сравнится. Если взять краски, красками так и нарисуешь. Не покажешь те эмоции. Это же мимо летных. Нарисовал, стер, признавал что-то другое. И песок он сам подсказывает. Он говорящий, он живой. Зыбкая фактура – идеальное средство для создания женских образов. Балерины и мечтательницы, девушки и дамы – один из самых популярных сюжетов на выставке. Он вне времени. Есть и песочная Монализа. Героиня картины «Звезда», художница Екатерины Першиной, загадочно наблюдает за посетителями галереи. А звездой ее сделала обычная формочка из детской песочницы. Очень много художников используют кисти, используют какие-то формочки, даже используют цветные бусины или бисер. Я попробовала песку при помощи формочки звезды придать такие очертания звезды. В международном проекте «Песочные графики вне времени» участвуют 38 авторов из четырех стран – России, Белоруссии, Литвы и Украины. Стартовал проект в Барнауле. Впереди еще более 30 городов. Самара стала седьмой. Запомнилась особым подходом. Самые юные посетители выставки создали яркое панно из цветного песка, посвященное 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. К тому же к песочной анимации, которая не только глаз радует, но и руки, развивает мелкую моторику, приобщиться могут все желающие. В галерее «Новое пространство» пройдут мастер-классы. Продлится выставка «Вне времени» до 30 апреля. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Картины в картинах. В Самаре открылась выставка художника Владимира Логутова. Силуэты людей, приглушенные цвета и мысли, на которые порой наводят даже пустой экран. Как происходит встреча человека с искусством, узнала Алина Чемерес. Не картина на выставке, а выставка на картине. В работах художника Владимира Логутова словно портал в параллельную реальность, где люди рассматривают не то произведение искусства, не то просто белое полотно, которое под их взорами становится частью художественного мира. Началось все более пяти лет назад, когда автор сначала рисовал тени, которые посетители отбрасывают на картины. Со временем появился замысел создать встречи, серию работ, на которых символично изображена встреча людей с искусством. Они могут читать титры, которые являются их же репликами, например. В некоторых картинах есть синие экраны, видеоэкраны светящиеся, на которых есть видеотитры, которые могут комментировать ситуацию или быть их репликами этих героев, как в комиксах. То есть по-разному совершенно я пытаюсь вводить разное. И текст, и изображение, и печать, и рисунок. Белые холсты, мягкие переходы цвета, любое пятно обретает художественную ценность, если его начинает созерцать человек, уверен автор. На выставке работ Владимира Логутова порой непонятно, где же зритель. Тот, кто пришел в галерею, или тот, кто на картине. Это единственная серия картин, где люди изображены лицом, а не спиной. Художник специально проводил фотосессию с посетителями. Здесь, по замыслу автора, зрители они, а не мы. Мы находимся по ту сторону полотна и смотрим на мир через картину. Прийти на встречу с искусством можно в галерею Виктории до 14 мая. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова